Для этих переменных коды миссингов внесены в соответствующий столбец. Это очень важно. А для зависимой переменной, наоборот, надо снять расшифровку тех кодов в столбце миссинг. Я поэтому создал, точнее скопировал исходную переменную зависимую. Вот она, копия, чтобы не запутаться. И здесь я убрал эти коды соответствующим миссингам. Далее надо запустить любой метод, который позволяет сохранить какие-то значения. Ну, тоже дискрим-анализ. Так, чтобы во всех строчках, где присутствует хотя бы один миссинг по интересующим нас переменным, был бы миссинг и в новой переменной. Что я имею в виду, сейчас продемонстрирую. Analyze. Classify. Discriminant. Загружаю переменные. Нажимаю Save. Любой из вариантов помечаю. Запускаю. Получаю, что вот эти респонденты, они имеют миссинг по одному из предикторов, как видно. И поэтому они имеют миссинг и полученный переменной. Дальше я сортирую. И оставляю в массиве только респондентов, у которых не миссинговые значения по данной перемене. Саму эту перемену можно будет впоследствии удалить, она была нужна нам чисто техническими целями. После того, как я избавился от миссинговых профилей, я должен убедиться, что все мои предикторы помечены либо номинальным, либо ранговым типом шкалы. Не скейл, но это очень важно. И теперь я могу переходить к использованию Custom Table. Analyze Tables. Custom Tables. Машину предупреждаю, что очень важно, какой тип шкалы используется. И начинаю переносить. Первый идет в отдельные перемены про страну. И дальше по очереди. Снизу наверх. Это тоже важно. Все интересующие у меня предикторы. Только в Roles помещаю я их. И так далее. Затем нажимаю Paste. Очень важно, именно Paste, а не OK. Вот синтекс для Custom Table. Причем уже подготовлен.